Я думаю, что мы должны до наших земляков донести сегодня максимально возможную радостную новость о том, что нам удалось общими усилиями установить, я думаю, с вероятностью 99% предполагаемое место захоронения первого почетного гражданина нашего города Александра Поля. Небольшая предыстория. По данным историческим и различного рода свидетельствам предполагается о том, что тело Александра Поля было похоронено в Лазаревской церкви, в склепе. В нашей исторической традиции в городской предполагалось, что фундамент Лазаревской церкви, который был разрушен коммунистами после Второй мировой войны окончательно уже, находится внутри курмана, который расположен на территории бывшего кладбища, ныне Севастопольский парк. Мы установили, что фундамент Лазаревской церкви находится в другом месте. И как это произошло, это была такая мистическая, очень интересная история. Ребята расскажут, я не хочу здесь забирать пальму первенства, и я думаю, что это будет интересно всем послушать. В скане очень высокого разрешения, охватывают разную часть города. Это могут быть либо здания, которые остались сегодня, либо перекрестки улиц, что угодно. И я ставлю как можно больше точек, чтобы привязка была максимально точна. В каждую точку я забиваю данные с координатами, и уже на основании этих координат программа размещает мне снимок уже на проекции карты. А дальше я уже через специальный скрипт перемещаю все это, синхронизирую все это, и зритель может уже в итоге потом прогуляться по городу одновременно в 41-м и в 2018-м году, либо вот в 41-м и в 44-м году, и видеть, как менялся город. Вот, по сути, суть проекта состоит именно в этом. В итоге программа выдала мне очень серьезные искажения. Вы видите это на экране. Такая ошибка означает то, что точка выставлена неправильно. Я убрал точку, синхронизировал снимки, и в итоге увидел, что здание Лазарской церкви находится чуть южнее Куругана. На месте его захоронения мы планируем создать пантеон, либо кенотав, почетных жителей нашего города. При этом я сразу хочу подчеркнуть заранее, уважаемые наши священнослужители любых конфессий, которые потом будут приходить и говорить, ну тут же была наша церковь, пожалуйста, передайте это нам. Они сразу должны понимать, что это место принадлежит всему городу, всем нашим землякам. И там не будет стоять никакая церковь, никакого из патриархатов. Это будет место, которое будет принадлежать всему городу и всем жителям нашего города.